Продолжение следует... Ваши деньги должны работать, исполняя ваши стремления. Дружбы народов 10. Абакан сделал свой выбор и будут ли у бюджетников авансы. Одни из самых обсуждаемых вопросов этого понедельника. Мы все расскажем. Это главные новости Юга Сибири. С вами Анастасия Павлова. Здравствуйте. Все у нас в городе, думаю, будет так же прекрасно, как было. Абакан в воскресенье выбрал нового мэра. Когда он начинает работу и что пожелали городоначальнику жители? Бюджетникам Хакасии обещают выдать аванс до конца недели. Всем ли хватит денег? Расскажем. А еще куда правительство потратит вторую субсидию из Москвы. Благоустройство дворовой территории. Вот 4,71, 287 рублей. Жители Лермонтова недовольны благоустройством двора по федеральной программе. За него им теперь нужно дополнительно платить. Мы изготовили новые фотозоны. Это олень получается с санями, это куб красивый. Покажем новогодний парк Орленок. Нужно обязательно сделать там праздничное селфи. Абакан выбрал мэра. На досрочных выборах проголосовало больше 87% избирателей за Алексея Лёмина. Победа безоговорочная и уже признанная избиркомом города действительной. Пожалуйста, вводите бюллетень по одному лицевой стороной вниз. Просто так бюллетень урна не принимает строго лицом вниз. На этих выборах мэра листы от избирателей скидываются только в КАИБы электронной урны. Нововведение на каждом участке, но очереди не создает. На каждом избирательном участке есть вот такие доски, где указано количество избирателей, которые должны прийти на определенный участок. Вот сейчас 11.30 и из 2335 проголосовало всего 121. Но пока люди не очень активно идут. Напомним, выбирать мэра Абаканца пришлось из четырех кандидатов. Это начальник департамента градостроительства Абакана Алексей Лёмин, которого поддержала партия «Единая Россия», самовыдвиженцы Иван Аксенов и Василий Мельцер и кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов. Кандидаты тоже имели право голосовать. Среди первых, кто пришел на свой участок, был Алексей Лёмин. Я на выборы всегда ходил. Я считаю, что это не только...